Телеведущую, журналистку, телепродюсера, психолога и просто красивую женщину с белоснежной улыбкой Наталью Дарьялову сегодня уже мало кто узнает, но когда-то ее программу транслировали в России и Америке, за ней ухаживали политические деятели и даже принц. В свое время Наталья Дарьялов была одним из символов мечты для всех женщин перестроечного периода. Тогда на экранах телевизора вместо теток в строгих пиджаках и с прическами халами вдруг появилась излучающая неподдельную красоту и оптимист-улыбающаяся красавица. К тому же Дарьялова не соответствовала стандартам красоты советской женщины. Ее красота была другой, заграничной. Тогда в 90-е автор и ведущая телепередачи «У всех на устах» Наталья Дарьялова мгновенно стала популярной. Она родилась в 1960 году в интеллигентной московской семье. Ее отец – знаменитый советский писатель, сценарист, драматур Аркадий Александрович Вайнер, который с братом написал не один детектив и, конечно же, роман «Эра милосердия», который лег в основу сценария легендарного фильма «Место встречи изменить нельзя». Ее мама – Софья Львовна Дарьялова, доктор медицинских наук, лауреат государственной премии, профессор Московско-научно-исследовательского онкологического института имени Герцена. И, как следствие, Наталья благодаря своим родителям с детства росла в окружении известных и творческих людей. Стоит также отметить, что с раннего возраста Наталья росла целеустремленной девочкой. Она хорошо училась и поначалу хотела, как и папа, стать писателем, потом мечтала освоить актерскую профессию, но в итоге по окончанию школы поступила на факультет психологии в МГУ. В начале своей творческой карьеры Наталья пробовала себя в качестве писателя-фантаста, опубликовав несколько фантастических рассказов. Она также попробовала себя и как актриса, снявшись в эпизодической ролике на фильме «Место встречи изменить нельзя». Ее героиня сидела в ресторане «Астория» за одним столиком с Глебом Жегловым. Однако, по всей вероятности, живя в тени отцовской славы, все-таки хотелось личных побед. И тогда Наталья круто меняет свою судьбу. Взяв фамилию матери Дарьялова, в начале 90-х она переезжает в США. В Америке поначалу ее карьера складывалась непросто. Однако, благо, что еще учащаясь в МГУ, она много времени уделяла изучению английского языка. Сама она вспоминала. Уж и не помню, сколько часовых дней я провела в лингофонных кабинетах, оттачивая произношения. Когда я только приехала в Нью-Йорк, у меня был британский акцент. Несколько профессоров в Москве были из Оксфорда. Кроме того, вспоминая о первых годах проживания в Америке, Наталья говорила. «Поначалу у меня было только одно платье, то, в котором я прилетела. И настолько не было денег, что какое-то время я просто его стирала каждый день и ходила в нем. Были даже времена, когда в школу детей приходилось водить пешком, потому что не было денег на автобус». Со временем после переезда в США Наталья работала обозревателем по России Forbes. Затем радиоведущая. Она вела передачу на радио «Свободная Европа». Со временем Наталья стала весьма популярной ведущей, настоящей телезвездой в Америке. Вот как она пояснила свой американский успех. «Все очень просто. Независимо от страны проживания, все люди на свете одинаковы. Они с удовольствием читают хорошие книги, смотрят хорошие фильмы и интересные передачи. В этом смысле я не вижу разницы между американской и русской ментальностью». А спустя два года она вдруг возвращается на родину и становится сотрудником телеканала ОРТ. Программа с знаменитостью «У всех на устах» приносит ей первые успехи и известность в России. Чуть позже, набравшись опыта на ТВ, она вместе с отцом отрегистрирует свой собственный телеканал «Дарьял ТВ». Изменилось все в одной части. Канал поменял собственника и передачу закрыли. После чего Дарьялова исчезла из боли зрения российского телезрителя, вновь вернувшись в США. В этом периоде своей жизни Наталья говорила следующее. «Конечно, слезы наворачивались, передачу выкинули. Представляете, я была в ужасе, страдала очень, потому что это мое детище». В тоящее время Наталья Дарьялова живет в своей квартире на Матхэттене в Америке. И у нее по-прежнему много увлечений. Она разработала собственную линию косметики и парфюмерии. И кроме того, занимается дизайном одежды. Что касается личной жизни, то необходимо отметить, что Дарьялова вышла замуж рано, будучи еще студенткой МГУ. Позднее говоря о своем муже, она вспоминала. Молодой ученый, кандидат наук, приехал в Москву из Сибири. Случайно попал в дом журналистов. Увидел меня, и я сразила его на повал. Стал прилетать каждое выходное с огромным букетом роз и просто стоял под окнами, даже на холоде. Первым не выдержал папу. «Ну нельзя же так морозить человека, пусти сколько можно!» Пустила. Тогда я только закончила школу. У нее в браке родились две дочери, Елизавета и Валерия. Однако их семейная жизнь не задалась, когда молодая семья переехала в Америку. «Уже в Америке я поняла, что не люблю мужа, и нам лучше расстаться. Без романтики, без влюбленности я не представляю себе отношений», – пояснила Наталья. В настоящее время ее бывший супруг, профессор экономики, живет в Нью-Йорке, и, со слов Натальи, им до сих пор удалось сохранить дружеские отношения. Наталья больше замуж так и не вышла, хотя признавалась, что у нее было очень много поклонников. Среди ее ухажеров встречались миллиардеры, даже был принц одной действующей европейской династии. Объясняя причину, почему она больше так и не решила связать себя с законными узами брака, Наталья говорила, «Человек ее в плане романтики очень разборчивый. Видимо, поэтому после развода, когда романы имели место быть, замуж во второй раз и не вышло. Пока что замечу, что сам процесс встреч, узнавания, поиска принца великолепен и интересен». Дочери Натальи выросли красивыми и талантливыми девушками. Несмотря на то, что дети выросли в Америке, они хорошо знают русский язык. Валерия прекрасно танцует, а старшая – Елизавета. На сегодняшний день весьма востребованный организатор различных торжеств. Она даже была главным распорядителем на свадьбе принца Уильяма и Кейт Миддлтон. И как телепродюсер, она уже получила три статуэтки Эмми. А вам спасибо за внимание. Оставляйте комментарии под данным видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал «Цвет настроения». И до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова